За политикой какой, богомол огромный. Ты чё по мне лезешь-то? Какой здоровый! Чубак, ты чё творишь? Мне кажется, он хочет сделать мне прическу. Он полез по мне. Вот такой вот. Миловидный чувачок. А здесь, обратите внимание, мы видим с вами утлые лодочки и нехитрые снасти местных рыбаков. Их промысел в основном заключается в добыче мелкой рыбы и краба. Они запускают сети и вытягивают рыбы десятером в целую сеть. А наши случайно там забрели и ищут ракушки. Хуюшки, простите. И всё это на прекрасной солнечной погоде. Блять, мёртвая собака. Охуеть. Лучше будем снимать море. Кого только не выбрасывают волны на берега, смотрите, какие-то рыбы, рыбоежи. Мы ракушки собираем, ракушки офигенные нашли, потом покажем. Ой, тёлки опять фоткаются. Ну, это что вы от них хотите? Вот так выглядит пляж, если отойти немножечко от отеля. Вот он какой живописный. В переносном смысле, конечно. Утлая рыбацкая какая-то хибара. Даже не хибара, навес. А ведь здесь, видимо, останки жилища рыбака. Я думаю, надо засталкерить немножко. Вот какая-то огромная раковина, внутри которой ещё две маленькие ракушки. И она поросла каким-то полипами. Ей, видимо, миллиард лет уже в обед. Вон там ещё целая куча каких-то пухлых ракушек. Вот так они тут и растут. Как грибы. Вот, смотри, вот хорошая, целенькая такая. Ему, пожалуй, взял. Кажется, надвигается шторм. Полные, не шуточные. Не детские совершенно. Да уж. Да и пальмы колбасит. Явно, главное, чтобы не цунами. Потому что на Шри-Ланке бывает цунами. Надеюсь, мы его не застанем. Господи, как же это стрёмно. Вот смотри, прям сюда. А, Ира, 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 она сюда залилась. Такие просто волны. Вот смотрите, смотрите. Да, пятиметровые волны. Блин, сейчас меня смоют этим цунамем. Цунамем. Просто жесткач. Смотри, там вообще через край течёт. За абортик. За абортик. Блёть, блёть. Осторожно, осторожно. Ахтунг, волна, ахтунг. Да, жесткач. Интересно, чьё это добро? Кто череп проебал? Собак, что ли? Не знаю. Он, видимо, очень древний. Давно лежит тут. Всё, сегодня. Мёртвых животных, что ли? Смотрите. Там в ракушке краб. Эй, вылезай. Короче, там краб сидит. Мёртвый, конечно же. Какая-то кирпичная труба, типа колодец. А мы попали с вами на заброшенную какую-то, видимо, то ли фабрику, то ли какую-то ремесленную хуйню. Но это явно не жилой дом, потому что, смотрите, какие-то ванны стоят. Забросанные говном до крыш. И одна построечка без крыши. Видимо, обслуживающая. Тут что-то делали. Даже не знаю, что. Видимо, что-то связанное с рыболовством, потому что здесь кругом рыбацкие эти лодочки и всякий хлам, выброшенный рыбаками. Давайте войдём в здание, посмотрим. Ой, какое обширное здание. Какая-то широкая комната. Есть что-нибудь побольше? Да, вот там есть вход. Очевидно, это был главный вход. Небольшое совсем здание. Комнатка, комнатка. Здесь ещё такая комнатка. И куча колючей проволоки валяется, кстати. Спутавшиеся кучи валючей, 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 колючей проволоки. Ещё интересная такая решёточка вентиляции из красивых таких створчатых кирпичей. Ну ладно. Видимо, это уже давно пустоит. Пойду к билке. Миллионы краби вылезли на поверхность. Тысячи их. Короче, мы узнали. Рыбаки местные, они эти ракушки сжигают вместе со всем остальным мусором, попавшимся в сети. И в этих костричках мы нашли просто миллионы разных ракушек. И вот кирпоказы какие-то некоторые из них. Короче говоря, очень много разных красивых ракушек. Крабы реально такие палят, только глаза торчат. И имя весь, короче, пляж усыпан. Билка решила помыть ракушки. Ох, что-то бесстрашная женщина. Смотрите, какие там волны. Просто гигантские. Мне кажется, её сейчас головой накроют. Просто жесть. Ох, что те волны. Хуёлные. А вообще этих крабов тут просто миллионы. Миллиарды. А там сидит рыбак. И где он там? Вон он. Езошивает сеть. Она, видимо, порвалась немножко. Старый полинезийский рыбак. Без здоровья. Объедет, не трамвай. Вот так и выглядит среднестатистический рыбак в этой местности. Не весёлая у них жизнь. А для фанатов Far Cry, точнее, вон там виднеется вышечка. Которую надо, конечно, включить. Американская. Дуражный индусский автобус. Но я хотел снять не это, а обратите внимание, как предохраняется от проникновения обезьян. Они выставляют стёкла сверху, вот прямо на этой штуке. Стёкла редком. И обезьяны, они не могут преодолеть эту защиту и перелезть через забор. Вот такие дела. Ну, только вот такие обезьяны. А? А тут колючая проволока. А вот ещё какой-то сталк объект, проросший ядовитым плющом со всех сторон. Это, видимо, тоже была какая-то ферма. Тут мы только что видели, креветочная ферма была. А это, наверное, одно из её подразделений. Мне кажется, что это... Давайте посмотрим. По-моему, тут ещё что-то даже живое есть. Я думаю, что даже сода. Эх, краник не работает. Ну ладно, видимо, сюда наполнялась вода. И смотри, опять же резервуары стоят. Да, очевидно, это очередная креветочная ферма. Их тут много. А здесь варят креветок. Ехо, б***ь. Смотрите-ка, туда ли ты зашёл-то, петушок? Петушки и бегают настоящие, живые. А это, я так понимаю, магазин петушиный. Пойду посмотрю, что там продаётся. Ой, котёток. А ну-ка, блин, блин, блин. Побежали за петухом, а, сучки. И нашли мы прямо за стенами нашего отеля, за воротами в двух шагах. Вон ворота отеля. Вон ворота, да. Тут, кажется, есть ларёк, где всё в три раза дешевле, чем в отеле. Раз в десять, мне кажется, даже, честно говоря. Потому что бутылочка, ну да, раз в четыре. Бутылочка спрайта стоит 50 местных рублей. У нас 80. 80? Не дороже? Нет. Ну ладно. А вот такой он дорожный ларёвчик. Всё развешано, всё висит, стоит. Кофе, вот мы купили помощь, пакеты. А какой замечательной музыкой нам сопровождает. Красота. Найс мюзик. Да и только. И Андрюш на фоне пальм. Шумел кокос, и пальмы гнулись, а ночка тёплая была. Вот так вот тут и отдыхают. Вообще нормально. А мы набрали за копейки идём с пакетом. Да, мы набрали, да чё, бомж пакетов. Я соскучился по родине и набрал бомж пакетов. Хочу покушать бомж пакетов. Знаете, почему я несу пустую бутылку? Я не стою возвращать обратно в ларёк. Мы будем строго, они просят вернуть бутылки. Здесь правило, надо бутылки возвращать в ларёк. И у меня вот более-менее сейчас свеженькая. А обычно, когда берёшь бутылку, там прямо видно, что она такая вся покоцанная. И используется уже... О, вот у Иры видно, покажи. Ну да, вот покоцанная. Видишь, такие полоски. А у меня один раз попалось, у которой всё вот это горлышко было в ржавчине. То есть её миллиард раз уже закупорили. И пробки такие, они все потёртые. Такие, видно, их дороги подбирают. И обратно на бутылки лепят. А по-моему, серьёзно, просто лепятся. Ну ничего, вроде, никто не умер. Вот въём уже какую неделю. Так и отдыхаем. Но, невзряя на то, что в стране преимущественно, конечно, нищета есть. И богатые семейства зажиточные. Вот, судя по внешнему виду этих двух домиков, здесь живут обеспеченные люди. И они приветливо помахали нам ручкой. Ну, на чём стало, что у них забор не из пальмы. Да, да, кстати. У них бетонный забор. Это сразу даёт о чём-то знать. И ещё, причём, домик покрашен с той стороны, которой он в огороде, а та, которая на улице, похвачиваем. Итак, а теперь мы решили немножко экстрима влить в наш повседневный скучный будни. Мы решили поехать на настоящем индийском автобусе. На поезде мы уже катались, а вот на автобусе ещё нет. Вангую он без дверей. Ну, без дверей, это понятное дело. Он без водителя. Мы сейчас все будем снимать, и никто его не тормознёт. Надо проголосовать. Всё. Подъезжает родной. О, голосует, да. Радостный, тот-то он. Все поднимаются в автобус. Тут есть кондуктор, я надеюсь. Ой, теперь уже я даже не надеюсь, что тут есть кондуктор. А кому платить? Что это? Что это такое? Я испугалась, я думала, что это у вас. Не знаю, мохнатка чья-то. Знаете, какие сиденья чистенькие, новенькие? Hello. Просто чистенькие сиденья, да. А вот кондуктор, собственно. Всё-таки он тут есть. Какая скотина? Какой скотина повернётся язык сказать, что в рашке хуже? У какой? Да. В рашке я такого извращения давно не видал. Ух ты, какой рычаг, да. Рычаг знатный. Ну что ж, а мы погнали в Чилау. У-у-у. Рычки. Чёрт, сатанинский билет. Три шестёрки. Билетик проезд стоит 50 рупий на двоих, то есть 25 рупий. То есть сколько? 6 рублей. 6 рублей проезд. Но автобус весь плющит, колбасит. Его просто нереально трясёт. Ощущение, что он прям по тому же развалится. Я не удивлюсь, что это случится. А что это за верёвочка такая идёт? По корпусу. Можно дёргать, чтобы что-то произошло. А, колокольчик. Колокольчик. В натуре. В натуре колокольчик. Я не знаю, я просто проверил, что это. Колокольчик, но водитель остановил. А, понятно. Сигнал водителя. Всё, ясно. Вот это цивильное, не надо орать. Остановите вот здесь, пожалуйста. О, да, цивилизация. Вентилятора не хватает. Сейчас напишут, что явно лучше, чем в рашке. Просто зацените, в каком состоянии автобусная, ванная, приборная. Ой, я даже не могу снять, потому что его так колбасит, что просто пиздец. Грохот стоит, как, я не знаю, в турбине реактивного самолёта просто грохочет. И, конечно же, открытые двери. Открыты для всего, но зато хороший вид. Короче, мы прибыли на двух тук-туках, тук-туках, в какой-то буддистский древний храм. Нам сказали, как он называется, но мы так и не поняли. У него есть вот какой-то алтарь, очень красивый. Всё такое просто цветное, в резнине, лепнине. В резнине. Красотища. И эти чурки, они не знают, что такое сувенир. Это да, это местное достопримечательство. Тут купался какой-нибудь их слон раджиды. Смотри, а там какая-то хренатень на колёсиках. А вот священная корова. Где священная корова? Точно. Давайте её подоим. И сделаем немножко кумыса. Вот дерево прикольное, смотри. Красота. Кстати, да. Очень интересное дерево, необычное. Под ним стоят какие-то статуэтки. Видимо, это какое-то культовое тоже дерево. Окультное, я бы сказал. А вот и вблизи наше сооружение. И, конечно же, голуби. И здесь они меня поджидают. Параклятые ублюдки. Здесь вот такая вот хренька. Видимо, да, зубы Будды возят в этих штуках или что-то. Что-то в них, в общем, перевозят. Ногти. Подзалупную. Творог Будды. Это Буддахульство, Андрей. Буддахульство, да, ладно, хорошо. Вдруг у меня буддисты смотрят, хотя я сомневаюсь. Не, в общем-то, я к буддизму нормально отношусь, вы не думайте. Я просто стебусь. Вот одна из таких перемещающихся передвижных штуковин, стоящая под открытым небом. И, конечно же, буддистские собаки. Крова так сейчас страшно промычала. У неё слюни изо рта текут. У неё, кажется, коровье бешенство. Да, похоже. Смотри, она отвязалась, по-моему, и убежала. Они вообще так ходят отвязные. Посмотри, у них вымя не разработаны, они недойные. Нафига же их держат? Вон, посмотри. А, ну буддистский храм, коровы, да. Ну, они максимум кормят же этих самых. Хотя наш прошлый гид сказал, что Будда любил обезьян. Наверное, коровы он не очень любил. Вот извращенец-то, а. Мне её как-то жалко. Да, мне кажется, её не кормят здесь. Она чем-то больна. Надо её чем-то покормить. Да, или она чем-то больна. Лучше её не трогать, а то будешь такой же. Требяная вырезная. Всё, всё вырезная? О, ни хрена себе, вот эта резнина, смотрите какая. И можно потрогать. Я впервые вижу, что можно такие вещи трогать руками. Оно всё-то стоит. Господи, какая же она красивая. Просто красотища. Всё вырезано, всё. Даже вот эти вот головы львов и коней. Всё вырезано. А вот это древний шри-ланкийский автомобиль. Он управляется, как в мультике Флинстоуны. Кто-то тащит её, толкает ногами, а здесь бежит чувак и рулит. И вот таким образом они всегда перемещались по своим саваннам. Вот так они ездили. А здесь можно сунут два пальца в розетку. Смотрите, ещё один старый мудрец под потуш. Вкрылся, говноед. И ещё один древний индусский мудрец. Он, видимо, вышел подумать о вечном и о сущном. О насущном. А мы тут ходим и снимаем всё, понимаешь ли. Совсем не насущном. О насущном. А смотрите-ка, какие-то лошади стоят. Видимо, для карусели. Здесь будет открыта первая буддистская карусель. Судя по всему. Смотрите, а там внутри красота. У нас не пустят, у нас колени не закрыты. Потому что у нас колени не закрыты. А тебя не пустят. А меня пустят? Тебя пустят. Капка снял, всё. Смотрите, какая красотинь. Очень красиво. Этим всем сооружениям, не знаю сколько лет. Смотрите, они так хорошо сохранились, да? Просто в идеальном состоянии практически. Вот какие-то многорукие, многоголовые головы. Это Шива? Это индуистский храм интересный? Или чей? Мы посовещались и решили, что здесь есть кто угодно, кроме Будды. Это не буддийский храм, это Шива Кришна. Так что вот так, мы ошибались. Но все могут ошибаться, тем более мы. Мы ведь ничего не знаем. Привет, как ты? Все хорошо. Я хорошо, спасибо. Вот такие. Из России. Да. Да. А тут какие-то вообще непонятные штуковины. Какая у них интересная религия. Какие интересные штуки. Красотища. Они все такие расписные, прямо духозахватывающие. Тетка с гуслями. А здесь, кажется, господин Аладдин. Да. Не знаю. Смотри, они звонят. А это будет... Нет, это индуинский звонарь. И он звонит. Смотри, это статуя обезьяны. А этот чувак Гоги Нашвили. У него как у Гоги нос, да? Слушай. И еще кобры пользуют по всему телу. У этого чувака оружие вообще как у собак. По-моему, это и есть собак. А там Шива со слонами. А там, собственно, 200 тысяч. Очень красивая панорама. Какая-то башенка треугольная, на которой стоят все божества одновременно. А здесь сатанинские виллы. Серьезно? Сатанинские виллы. Трезубец. И свечи. Горящие свечи, красивые, с подношениями. А здесь, собственно, сам алтарик, в котором стоит статуя. Очевидно, тоже Кришны, Шивы или кого-то еще. Я не знаю, как они называются. Извините мне, мое невежество. Напишите в комментариях, пожалуйста. А мне кажется, они из золота. Смотри, их под замок закрыли. Там стоят статуи из золота. Они стоят под замком, чтобы туристы их не спионерили. Вот какие красивые, золотые, блестящие штуки. Замочек, правда, какой-то дохленький для золота-то. Ну да, здесь, видимо, немножко следят за этим. А это, видимо, центральный вход, но почему-то он зарос. Нет, нет, не центральный вход. Тоже какой-то алтарик, в который нельзя почему-то входить. Очень атмосферно. Еще музычка заиграла колокольная. Мы находимся в каком-то молитвенном зале, видимо. Здесь происходят молитвы. По краям стоят тоже небольшие алтарьки, в которых сидят их божества. А по центру зала стоит огромная статуя Шивы с миллиардом рук. Вот еще какой-то алтарь. Видимо, вход в центральное святилище, но оно все время закрыто, туда нельзя попасть. Это, видимо, святая святых, там кто-то молится стоит. Звук идет, по-моему, вот оттуда. Да. Ой, ой, смотрите, смотрите, какой звонильный механизм. Он автоматический. Это машина какая-то, которая звонит. Ни хрена себе. Блин, вообще крутяк. Надо Ирке погадать. Ир! Давай. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Не завидую я тебе, тем более твоей девушке. А этот Шива говорит, как бы нам, дай пять, бро. Нет, четыре. И смотрите-ка, камера определяет лица, то есть она утверждает, что это лицо. Причем лицо человеческое. А у подножья Нок Шивы очень много имитированных змей, таких вот необычных, сделанных из жестяной хреновины, такие жестяные змейки. Красивое место, ничего не скажешь. Но, как и в любой другой религии, в индуизме не против пожертвований. И собирает они их весьма, весьма большими пачками. Там происходит в данный момент, видимо, богослужение. Но не знаю, можно ли туда входить. Мы, наверное, туда не пойдем. А это маленький алтарь негритянской невесты. А сверху... Посмотрите-ка, посмотрите-ка. Кажется, у него голые яички. А эта статуя как бы говорит нам, а вот хуй тебе не кокос, дорогой друг. А вот нихуя. Их очень красивая арка. Это гроб? Да, кстати, похоже на гроб. Похоже, здесь кто-то захоронен. Лучше туда не ходить. А то нам дадут больших и сочных. С дюлей. Кокосов? Может и кокосов. На орехи нам достанется. Что это? Что они творят? Что принес этот чувак? Мне кажется, он принес головоруку? Он себя принес. Это головорука? В смысле, как это себя? Ну, смотри, лицо такое же. А, он отломал, точно. Тут их четыре, а тут тоже четыре нет. Странно. Он отломал кусочек себя и принес его. Но, может быть, в этом есть какая-то логика. Типа, он подарил часть себя. А вот и та самая колокольня, с которой звонил звонарь. Выглядит она очень красиво и эффектно. И все это здание вообще смотрится очень эффектно. И вообще интереснее, чем храм Зуба Будды. Это, видишь, не буддистский, это индуинский. Бедная бабулька, местная. Надеюсь, она не ведьма и не знахарка. А то сейчас закандрит. Короче, вы поняли. А мы садимся по своим тук-тукам. Пора уже. Смотрите, какие, кстати, сабы стоят в нашем тук-туке, в котором мы приехали. Просто обалденные сабвуферы. Гуд мюзик, да? Да, классная мюзик. А, мюзик? Сейчас мы едем. Еще одна башенка паркрайная. Красивая. Она как елочку вешла, а эти не самые. Да, на немного тарелок. А мы едем по местному бездорожью. Наверное, меня не слышно. По местному бездорожью едем, короче, в сувенирную лавку. Надеюсь. Пора бы, да, пора бы купить пару сувениров. А еще я, что-то мне просто очень нравится кататься на тук-туке. Я бы просто так на нем покатался. Мы заглянули в местный хатсфудик. Острое? Острое? Острое. Чуть-чуть острое, говорит Ира. Какая-то яичная с ней. А, внутри яйца. Мы, в общем, взяли вот такую кучу пирожков и два сока. Соки бесплатные. И все вместе нам это обошлось в 70 рублей. Да. Вот такая местная забегаловка. Очень милая. Еще, что нравится в этой кухне, то, что все свежее такое. Видно, что не залежало и яйца, не залежало и это самое мясо. Потому что, да, острое. Ну, а потому что они не из полуфабрикатных гамбургеров это делают, как у нас. Там базы приводят тоннами и потом просто подогревают. Они видно все это здесь и пекут где-то. Или, может, пекут не здесь, но все очень свежее и не наябывают, по крайней мере. Не из кошачины. В общем, есть плюсы в этой стране. Да. Итак, а мы находимся в центре города Чилао. Это центральная площадь, в общем-то, есть весь центр города. Дальше там плюс-минус километр. Какой километр? Сто метров уже нет ничего. Смотрите, нарисован Иисус Христос. И вот здесь большой экран, единственный большой экран на весь город. Наверное, это вообще единственный экран на весь город. И вокруг торговые палаточки везде. А я их куда-то умотала. Неизвестно куда. Смотрите, какая антуражная узенькая улочка. Я хочу туда сходить. Туда можно ходить? Это законно? Смотри, пропусти. О, здесь сложно будет разъехаться. Ну ладно. Вот так вот и живут местные люди, обитатели. В таких вот домиках, в таких узеньких улочках. И улочка приходит. Улочка приходит. Приходит улочка. О, это просто дома. Чем мне еще очень нравятся местные жители? Тем, что они не агрятся на то, что их снимают. Наоборот, все улыбаются. Грязь Терлового и прочее. Все очень приветливые, дружелюбные. Приходит. Можно мужик или в кольце на ногах на руках? Кольце на ногах. Это круто. Да, ну ты мужик, пацан. Такие дела. Пиздец, сколько там везут кокосов. Посмотрите. Просто целая машина. Она как индийский поезд, только с кокосами. Она просто битком напичкана. Они торчат со всех щелей. Охренеть, вот это дела. Да ладно, это европеец. А, нет, показалось. Показалось. В тук-тук ездит семья из семи человек. Двое взрослых и куча детей. Врачи, я ваше внимание, что за все наши путешествия по городам, что мы были в Коломбо, что вот сейчас в Челау, я ни одного не встретила белого человека. Вообще никакого туриста. Я в Коломбо встретил одного. Одного туриста. А, там был такой хипстер такой. С фаттлами, да? Да, один. Короче говоря, мы тут единственные белые, поэтому на нас все так таращатся. Мне стрёмно стало, Андрюша. Там-там-там. Ниггер стал мой байк. Нет, пойдемте отсюда. Пойдемте отсюда. Здесь нам не рады. Хотя я, по-моему, рады. А это местный дядя Стёпа. Тут нет светофоров и дорожных знаков. Вообще нет ПДД. Здесь только регулировщик. Который регулирует, куда можно икать, куда нельзя. Такие дела. И вот пошли пшкоды. Чуваки, у меня за спиной просто некопенная стелеосистема. Просто, просто хреновина огромная. Там десять сауферов. Я хочу, чтобы вы включились. Да. Это вот этот тук-тук, блин, Качёвый. А что, поэтому тук-тук? Да, наверное, потому что тук-туки. А мы едем на рынок покупать помидоры и сушеную рыбу. Смотрите, это настоящий затонувший Титаник. Он лежит на одном боку. Мы находимся около рынка, поэтому здесь, наверное, не очень безопасно. Но я всё-таки хочу попробовать сталкернуть, шатануть его, как говорится. Ну что ж, я на баркасе. Добро пожаловать на борт, мои друзья. Сейчас тут такой большой уклон. Мне бы не грабануться вместе с камерой. Я хочу заглянуть внутрь вот этой вот штуки. Блин, немного стрёмно туда упасть. Ну вот, что находится внутри. Как видите, ничего интересного. Всё давно разграбили. Ещё до нас в 16 веке. Аир стоит на берегу. Ждёт меня на берегу. Капитана Брауа.